Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря с самого утра на европейской сессии будем анализировать индексы деловой активности в сфере услуг Еврозоны, Германии и потом еще 8.30 по GMT, аналогичную статистику по активности в Англии. На этот релиз, пожалуй, я делаю наибольшую ставку и рассчитываю на то, что сильные данные по данному индексу вернут на рынок прежние опасения того, что рост деловой экономической активности – это предпосылка для усиления инфляции. И, соответственно, на этом фоне британская валюта может получить локальную поддержку. Но при этом, конечно же, нужно быть реалистами. Мы сейчас находимся в тех условиях, когда на рынке по-прежнему за все настроения отвечает американский доллар. И его локальное восстановление, о котором мы поговорим, конечно же, давит на позиции всех прочих рисковых инструментов. Наша задача, друзья, разбираться не только в том, что происходит здесь и сейчас, нужно смотреть еще на перспективу. Поэтому очень надеюсь, что среди вас есть средне-долгосрочно ориентированные трейдеры, которые хотят понять, какие факторы могут стать движущей силой того же самого британского валютного актива, когда мы вернемся к идее ослабления курса американского доллара. Самый важный отчет текущей торговой сессии – это индекс ISM в сфере услуг США, который выйдет в 14.00 по GMT. Сфера услуг обычно генерирует очень существенный вклад в общий показатель для ВВП любой экономики США. Это не исключение. Поэтому этот отчет поможет нам, в принципе, спроецировать и спрогнозировать какие-то более конкретные цифры по ВВП американской экономики в этом квартале и отчасти поможет уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики. И под закрытие торговой сессии еще будет несколько выступлений чиновников ФРС. Самое, наверное, интересное – это выступление Нилы Кашкари в 14.40 по GMT. Кашкари известен уже по своей последней риторике как рьяный сторонник того, что монетарную политику нужно смягчать также агрессивно дальше, как это произошло некоторое время назад, когда американский регулятор снизил ставку сразу на 50 байсных пунктов. Давайте теперь по порядку. Индекс доллара 101.50. Стоит отметить то, что покупатели прекрасно воспользовались возможностью локальной и технической коррекции, и текущего фундаментального фонда, чтобы отбиться от психологической планки 100 пунктов. Я нормально отношусь к текущей динамике, потому что в целом, да, коррекция, она была по сути неизбежна, просто непонятно было прям с какого уровня может начаться. Сейчас сложилось так, что сразу несколько новостных фундаментальных факторов этому поспособствовали. Я думаю, что сейчас нет смысла говорить о каких-то технических нюансах, хотя я думаю, что реакция на уровень 100 по индексу долларов была. Соответственно, с точки зрения техники, тоже появились предпосылки, которые помогли покупателям локально перехватить инициативу. А вот что касается фундаментального фона, то в рамках этой недели пока что действительно много факторов, поддерживающих доллары. Это выступление Паула на симпозиуме экономическом форуме, скажем так, в Нэшвилле, где он комментировал прошлое решение по снижению ставки на 50 байсных пунктов, но при этом отметил, что из-за того, что есть вероятность возобновления роста инфляции, дальнейшие действия американского регулятора будут осуществляться с учетом высокой степени осторожности. И трейдеры увидели в этом намек на то, что американский регулятор больше не будет снижать ставку на 50 байсных пунктов, а ограничиться шагом в 25 байсных пунктов. Но еще раз отмечу, что вариаций, друзья, будет очень много, и все еще остается очень много. Все зависит от фундаментальных макроэкономических отчетов, это не мой тезис, это заявление Паула. Поэтому данные по Non-Farm Perls для нас являются сейчас с ближайшим ориентиром. Мы пока, ну, по крайней мере, я точно склонен полагать то, что мы увидим слабые цифры, и, соответственно, на рынок могут снова вернуться спекуляции на тему того, что американская экономика все так же нуждается в более агрессивном смягчении экономической политики. Если в эту пятницу мы увидим совершенно обратную динамику, и американская валюта сможет выйти к новому локальному максимуму, ну, тогда будем адаптироваться к текущим условиям и разберем уже то, что произойдет в следующий понедельник. Пока я не вижу причин отказываться от идеи того, что доллар останется уязвимым, в конечном счете вернется к нисходящему тренду. Статистика EDP по американскому рынку труда, вчерашний отчет, это, соответственно, сентябрьские данные, общий прирост 143 тысячи новых рабочих мест выше, чем было два месяца назад, когда пересмотренная статистика подтвердила, что прирост составил там 103 тысячи. 143 тысячи хорош или это показатель? Если сравнивать с тем, что было раньше, то да, здесь очевидный прирост, но если анализировать какую-то медиану за более продолжительный период времени, 143 тысячи – это очень скромное значение, я бы на месте американской экономики этими цифрами не гордился. До этого у нас был слабый отчет по индексу производственного сектора АСМ. 47,2 уже два месяца подряд индекс держится на той же самой отметке и больше шести месяцев остается в зоне спада. Рафаэль Бостич, глава ФРБ «Атланты», вчера подтвердил, что если нонфарм расчарует, то рынок будет обязан вернуться к идее снижения ставки американского регулятора еще на 52 пунктов. Сегодня, друзья, перед нонфармами будет отчет АСМ, как я уже отметил. Негативные сюрпризы также могут изменить баланс присутствующий на рынке относительно мнений по тому, как далеко может зайти со смягчением экономической политики Федрезерв. Сейчас по инструменту Файдботч Тул вероятность снижения ставки на 50 байсных пунктов составляет 36%. Плохой отчет по АСМ в сфере услуг может поднять этот процент выше 40. Золото – 2656 долларов за тройскую унцию. Сантимент не изменился за время вчерашней торговой сессии – 50 на 50. Влатильность была, рынок золота ходил вверх-вниз, но сейчас уже постепенно она стихает, и это объясняется как раз в ожидательной позиции трейдеров. Я предупреждал вас, друзья, что в такой ситуации на рынок лучше не лезть. Давайте ждать нонфарма, там уже разберемся, какой вектор для золота будет наиболее определяющим. Если вам нужна будет конкретная рекомендация, как действовать по золоту после выхода отчета по нонфарм Пэрлс, следите за нашими поставками в телеграм-каналах и, соответственно, также поглядывайте на рыночный сантимент. Потому что, на мой взгляд, сейчас в текущих условиях это чуть ли не лучшая база для принятия торговых решений. Евро против доллара 1.10.35. Снова приближаемся к поддержке 1.10, откуда раньше была реакция. По ожиданиям касательно ключевой процентной ставки, да, большинство аналитиков полагают то, что ФРС уже на следующем заседании снизит процентную ставку снова на 25 базисных пунктов. Я в этом сомневаюсь и считаю, что это решение будет отложено до конца этого года. По крайней мере, Европейский Центральный Банк, на мой взгляд, сейчас не может игнорировать очевидные высокие показатели по росту средней зарплаты и значительные показатели по росту инфляции в сфере услуг, которые больше чем в два раза превышают целевой ориентир Европейского Центрального Банка. То есть сейчас лучше не торопиться, но в конечном счете это хорошо, такой околоренчный шум в плане данных, которые влияют на динамику евро. На евро влияет поведение доллара, поэтому не буду противоречиваться сам себе. Идея возобновления распродаж доллара остается актуальной, поэтому главный стимул для меня сохранять длинные позиции по евро – это как раз расчет на снижение курса американского доллара. По британскому валютному активу 1,3250 текущие котировки. Ждем отчет по активности в сфере услуг сегодня по английской экономике. Потенциально могут выйти хорошие данные и, соответственно, позволить фунту снова закопиться выше планки 1,3300. Доллар канадец 1,3520 на одежды и расчет на смягчение агрессивной канадской монетарной политики, учитывая то, что инфляция вернулась в район 2-процентного целевого ориентира, а ВВП в годовом выражении сейчас демонстрирует какой-то скромный перерост в 1,5%. Это так себе цифры, даже если сравнивать именно с идеей того, что мы видим по статистике американской экономики. Поэтому, если Банк Канады снизит ключевую процентную ставку, нужно понимать, что канадский доллар окажется под серьезным давлением, и пара доллар-канадец может получить поддержку и нацелиться на движение выше уровня 1,36. Доллар франка 0,85. Будем привыкать уже постепенно к новому главе Национального банка Швейцарии Мартину Шлегелю, который отметил, что есть высокая вероятность дальнейшего снижения инфляции, или, по крайней мере, уж точечное нахождение индекса потребительских цен в пределах и в диапазоне цели Национального банка Швейцарии. Причем он находится там уже 15 месяцев подряд. Рынок готовится к тому, что Национальный банк Швейцарии при новом руководстве будет и дальше снижать ключевую процентную ставку, и в следующий раз коррекция тоже будет, скорее всего, на 25 байсных пунктов уже с 1 до 0,75. Но самое важное, друзья, накануне Мартин Шлегель допустил, что при определенных обстоятельствах, при сохранении устойчивости тренда дезинфляции, скажем так, Национальный банк Швейцарии может снизить ставку до отрицательных значений. Еще один аргумент для вас, чтобы задуматься об открытии долгосрочных длинных позиций по паре доллар-франк в расчете на мощное ослабление швейцарской валюты. Рынок нефти 74,75. Все данные по запасам в США выросли. Негативный фактор для рынка черного золота. Опускаю сейчас геополитику, потому что очень много уже мы о ней говорили, и, наверное, потенциал роста, который можно было реализовать на этом, уже реализовывают. Сантименты указывают на то, что толпа находится в длинных позициях по бренду WCA, и вряд ли рынок будет и дальше позволять толпе зарабатывать. Я жду серьезной коррекции возвращения котировок бренда в район 70 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.